Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении краткий обзор сегодняшних новостей. Турецкая пресса коснулась телевидения Западной Армении, присутствия российских миротворцев в Арцахе в обмен на исключение статуса Арцаха. Гадрудский детский сад Дизак получил новые игрушки и канцелярские принадлежности. Армения становится гастрономическим и винным туристическим центром. Кандидат на пост первого армянского губернатора в историю Турецкой Республики. Известные армяне, которые спаслись во время геноцида. Священник Вреш Кещещан. Амбик Сасунян находится в Армении и направил послание. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Турецкая пресса коснулась телевидения Западной Армении. Турецкий информационный сайт haberler.com, касаясь телевидения Западной Армении, Western Armenia TV, представил заявление вице-президента Союза Турецко-Азербайджанская дружба Сердара Унсала. В заявлении вышеуказанное лицо высказалось о нашем телевидении критически, в котором, в частности, отмечено, что все наши взгляды и утверждения, считающие оккупированную Западную Армению армянской территорией, являются грубой ошибкой. Унсал также призвал нас забыть эти утверждения, если мы хотим восстановления отношений и дружбы с Турцией. В противном случае он угрожает, что об открытии границ речи быть не может. Хотим напомнить Унсалу, что об отношениях с Турцией, тем более о дружбе, первыми говорили именно руководители его страны. А забыть собственную историю и кровопролитое прошлое не подобает ни одной цивилизованной нации. Тем более, если совершивший преступления на международной правовой основе никогда не признавал собственного преступления и не делал каких-либо компенсаций. Западная Армения остается верной своим принципам и продолжает свое справедливое дело с теми же утверждениями и той же идеей. Присутствие российских миротворцев в Арцахе в обмен на отрицание статуса Арцаха. Армения заинтересована в продлении срока пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе до окончательного решения статуса Нагорного Карабаха. Как сообщает государственное агентство ТАСС РФ, об этом сообщили в офисе секретаря Совета безопасности Армении. К сожалению, на данный момент ситуация недостаточно стабильна с точки зрения безопасности. Недавно мы увидели нарушение режима прекращения огня, вследствие чего погиб гражданин Армении. Также есть раненые. Следовательно, фактор российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет важным до тех пор, пока не будет решен вопрос окончательного статуса Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в офисе Совета безопасности Армении. Данная информация ТАСС со ссылкой на офис Совета безопасности Армении примечательна в контексте информационных потоков о возможном подписании договора в Москве. Военный контингент РФ находится в Арцахе в обмен на отрицание статуса НКР. Об исключении статуса Арцаха неоднократно высказывались Путин и Лавров. Следовательно, связывая срок пребывания российских военных и статуса Арцаха, подтверждает это обстоятельство. Гадрудский детский сад Дизак получил новые игрушки и канцелярские принадлежности. Проживающие в Германии Ани Тунян, Хачатур Парт Эспанян и Инициатива Миасын откликнулись на запись защитника прав человека Арцаха, согласно которой Гадрудский детский сад Дизак нуждается в игрушках, постельном белье и других средствах, и отправили в Арцах новые игрушки и канцелярские принадлежности. Открывшийся в Степанакерте детский сад Дизак Гадрудского района сегодня получил эту помощь посредством Арцахского филиала общественной организации «Миссия Армения». Директор детского сада Рита Сардарян выразила свою глубокую благодарность благотворителям и просто добрым людям, которые поддерживают, внушают надежду и стоят рядом с Арцахом. «Мы сможем уверенно двигаться вперед и создать для наших невинных детей такую планету, где они будут чувствовать себя счастливыми и в безопасности», – отметила Рита Сардарян. У Армении есть большой потенциал стать любимым направлением гастротуризма для туристов из разных стран мира. Как передает Армен Пресс, об этом Forbes опубликовала статью «Эн Абель», которая вместе с туристами из разных стран прибыла в Армению, чтобы раскрыть кулинарную привлекательность нашей страны. В разных точках Армении она попробовала изысканные вкусы армянской кухни и выпила армянское вино. В этой стране есть интеллектуализм. Здесь шахматы – национальный вид спорта. В Матанадаране представлены древние печатные книги, драгоценные рукописи, иллюстрированные цветные книги и миниатюры. Это говорит о многом об армянах, которые в начале XX века, во время геноцида в Османской империи, предпочитали защищать замечательные книги, пишет автор. Она отмечает, что армянские продукты разнообразны, содержат очень интересные свежие специи. Автор рассказывает также о широком ассортименте и нежных вкусах армянских вин. Кандидат на пост первого армянского губернатора в истории Турецкой республики. Выходящая в Константинополе еженедельная газета «Акос» сообщила, что житель оккупированной Западной Армении, адвокат армянской национальности Берг Акар сдал все экзамены и получил право стать главой области. И если будет назначен губернатором, то он будет первым в истории Турецкой республики. Уже стало известно, что Акар, который успешно сдал экзамены, в ближайшее время займет пост губернатора. Известные армяне, которые спаслись во время геноцида. Священник в Решке-Шищен. Армянский народ повсюду и в любых условиях доказывал факт преданности и влюбленности в свою веру и образование. Все армянские церкви были не только местом веры, но и местом культуры и объединения. Армяне, которые спаслись во время геноцида, проживающие в районах Западной Армении, рядом с каждой построенной ими церквью, построили армянскую школу. При каждой церкви есть армянские школы – в Сирикании, Грэспе, Камышле, Дерике. Доктор Аганес, автоэлектрик Андо, фармацевт Вардуи, учительница армянского языка Гуар, Хачо, дядя Сероб были последними армянами, оставшимися в Сирикании. В Решке-Шищен по происхождению из Сильвании Тигранакерт был очень предан своему народу и вере. После больших разрушений со стороны турецкой армии и наемников ИГИЛ, Сирикани был захвачен, жители были выселены. В Решке-Шищен в церкви Сурб-Акоп продолжал в одиночку слушать записанные отцом армянские молитвы. В Решке-Шищен не покинул церковь Сирикании и школу при нем, где во время геноцида были убиты 70 тысяч армян. Сейчас в школе, которая находится рядом с церквью, где нет учеников, на пустых столах остались пропавшие в пыли армянские книги и детские фотографии. Амбик Сасунян находится в Армении и направил послание. Дорогие соотечественники, со всей радостью пишу вам из Армении. Около 40 лет спустя я имею честь быть на родной земле, пить родную воду, дышать воздухом и чувствовать семейное тепло. В течение многих лет ваше содействие постоянно воодушевляло меня и внесло позитивный вклад в мои трудные дни. «Хочу выразить глубокую благодарность всем тем, кто направил письма, посетил меня и навсегда сохранил меня в своих сердцах. Наконец дошел до дома. С любовью, Амбик Сасунян». Амбик Сасунян был приговорен к пожизненному заключению 28 июня 1982 года из-за убийства главного консула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкани, который был убит в своем автомобиле при прохождении красного света. Уважаемые соотечественники, телевидение «Западная Армения» не занимается саморекламой, а представляет Западную Армению и ее жителей. Наша оккупированная родина Западная Армения и ее жители нуждаются в беспристрастной информации и озвучивании собственных проблем. Телевидение «Западная Армения» является тем связывающим звеном, посредством которого для рассеянного по всему миру армянства становится доступна связь с соотечественниками, а также укрепляется привязанность к собственной родине и своим корням. В этой трудной и длительной борьбе мы нуждаемся в поддержке каждого армянина. Поддержка западноармянского телевидения означает содействие познанию родины и восстановлению национальной идентичности изгнанных армян. Значит, в этот решающий период будем более сплоченными и понимающими. Вместе мы можем больше. Армянская народная песня «Западная Армения» Полная версия будет доступна на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok